Приветствую вас. Вы знаете, в ответ на ваш вопрос я могу задать вам встречный вопрос и спросить вас о том, почему вы свою жизнь, ответственность за свою жизнь, вверяете другому человеку, почему вы говорите, что это он меня не отпускает, мужчина меня не отпускает, говорите вы, но при этом игнорируете тот факт, что вы сами не желаете принять ответственность. То есть для того, чтобы вам быть счастливой, для того, чтобы вам, грубо говоря, быть счастливой, да, встретить другого и так далее, вот, вы для этого сами, на мой взгляд, ну, делаете явно недостаточно. То есть вот именно вы, именно вы сами, понимаете, какая история. И вот здесь тонкость вся в том, что вы как бы перекладываете ответственность именно себя на мужчину за ваши отношения с ним, вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, не самый лучший расклад, не самая хорошая позиция. Потому что в таком случае вы как бы становитесь беспомощной, вот, и, соответственно, вам сложнее, гораздо сложнее и тяжелее, значит, ну, как-то контролировать то, что происходит в вашей жизни. Вот. То есть для начала, для начала, вот, данный аспект постарайтесь рассмотреть, да, то есть у мужчины, у него в любом случае есть свой интерес, да, у мужчины, у мужчины, у мужчины, у мужчины, у мужчины какие-то другие какие-то пожелания, свои какие-то потребности, свои какие-то цели. И это его право на самом-то деле, вот, а у вас есть свои, и парадокс в том, что вам нужно свои собственные желания реализовывать самостоятельно, потому что кроме вас, да, этого не сделает никто, к сожалению, к сожалению. То есть ситуация заключается вот для начала именно в этом. И вы пытаетесь понять мужчину, да, вы пытаетесь понять мужчину, вместо того, чтобы понять себя. Вы пытаетесь понять мужчину, вместо того, чтобы понять себя и свою позицию, чтобы понять свои желания, чтобы понять то, чего вы хотите. Вот. И на самом деле данный аспект является, ну, ключевым, да, если мы говорим, говорим вот именно о всей ситуации в целом. Теперь дальше. Значит, помогите разобраться в намерениях мужчины. Слышите вы. Ну, хорошо. Давайте представим себе, что мы в намерениях мужчины, да, разобрались. Ну, просто, просто вот представим себе, что это произошло. Мы разобрались в намерениях мужчины, все-таки разобрались. А что дальше будет? Что вы будете делать сами? Вот именно вы, что будете делать? Вряд ли, вряд ли намерения мужчины вам помогут. Вряд ли, то, что вы знаете и отдаете себе отсчет в том, чего мужчина хочет, облегчит вам жизнь. Будем честны. Потому что, ну, поведение мужчины же не изменится, поведение мужчины же, оно останется таким же, как и было на самом деле. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, разбираться нужно вам с своими намерениями, а не с его намерениями. Потому что, эээ, тот факт, что вы оказались в этих отношениях, говорит о том, что эээ, ваши намерения в той или иной степени являются расплывчатыми, вам непонятными. Вот. То есть, вы человека вроде бы любите, да, вы человека любите, но при этом вы относитесь к нему так, что ему с вами не комфортно, например. Итак, ээ, значит, ээ, встречались, я полюбил, а он нет, начались недопонимания, ссоры. Ну, смотрите, ээ, на самом деле, ситуация довольно-таки эээ, эээ, тривиально, да, если не сказать больше, что вы, вы, значит, эээ, начали встречаться, вы, значит, ээээ, полюбили, эээ, вас мужчина не полюбил. Бывает такое. Но, эээ, для вас и у вас это почему-то спровоцировало ссоры. То есть, вы ссорились-то из-за, эээ, собственно говоря, эээ, чего? Вы ссорились-то, собственно говоря, почему? Ну, если вы человека любите, если вы хотите, эээ, для человека, эээ, всего самого лучшего, да, то, наверное, вы же не стали бы с ним ссориться. А если вы ссоритесь, значит, эээ, вы чего-то хотите, если вы ссоритесь, значит, эээ, вам чего-то нужно, если вы ссоритесь, значит, вас, эээ, что-то не устраивает, если вы ссоритесь. И вот меня интересует скорее именно этот факт, меня интересует скорее данный аспект, что за причины сподвигли вас на то, чтобы именно с любимым человеком, да, ссориться и, собственно говоря, выяснять отношения. Особенно, если вы его любите, особенно, если он вам дорог и, собственно говоря, и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, именно вот эти моменты в первую очередь нуждаются в выяснении. То есть, по поводу чего у вас были ссоры, по поводу чего конкретно вы ссорились со своим мужчиной, что вам не нравилось, чего вам хотелось. И если вам хотелось чего-то, можно ли назвать требования любовью. Дальше идем. Дальше вы пишете. Значит, началось недопонимание ссоры. Опять же, здесь важно разделить ответственность. То есть, если происходят ссоры, то важно понимать, что в любой ссоре, в каждой ссоре, ответственность несут двое людей. Два человека. И вы ответственны за ссору так же, как ответственен и ваш мужчина. Но, свою ответственность за ссору, свою ответственность, может быть, в ссоре, вам нужно определить. То есть, почему именно я в ссоре, почему именно я, как бы, как бы, ну, вот, вступаю в конфликт. Чего именно я хочу. Понимаете? Потому что мужчина, он, это, закрытый, ну, закрытый элемент для вас. И причины ссор для мужчины, поведение, поведение мужчины, можно анализировать, ну, лишь поскольку, поскольку, потому что, все-таки, как бы, анализ его поведения будет, будет больше, в большей степени, степени, догадка. Догадкой, в большей степени догадкой, нежели, чем, эээ, что-то реальное. А вот, то, что вы, то, что касается вас, и то, что, эээ, относится к вам непосредственно, непосредственно, да? Вот это, эээ, в принципе, вполне может быть реальным, если, эээ, как следует проанализировать. Поэтому, мне думается, что, эээ, исходить нужно, вот, именно из этих моментов, да? И, эээ, именно из, эээ, вот, того, ээээ, какую позицию, ээээ, в сорах занимаете вы. Мне кажется, это важнее гораздо. Дальше, значит, ээээ, расстались по его инициативе, что я мозг выношу на счет отношений. Ну, смотрите, эээ, здесь ситуация такая, эээ, его претензия, да, его претензия, что вы выносите ему мозг. Аэээ, в принципе, в принципе, претензия, ну, достаточно серьезная. Вот, когда вы расстались с мужчиной, эээ, когда вы перестали с ним взаимодействовать, эээ, ну, вот, с мужчиной, вы поняли, ээээ, как бы, что вы делали не так? Вы, ээээ, вы, ээээ, хотели, эээ, стремились, желали ли поменять что-то, что-то или нет? Потому что, эээ, если мужчина вам говорит, что вы выносите ему мозг, а вы, например, ничего не делаете, чтобы изменить ситуацию, вы ничего не делаете, чтобы ээээ, переставать, грубо говоря, ээээ, выносить ему мозг. Если вы ничего не делаете, то, соответственно, ваши отношения, они, эээ, по-прежнему обречены на какой-то, вот, негатив, да, ваши отношения, они, эээ, по-прежнему будут, ээээ, деструктивными. Вот. И, на мой взгляд, это ни к чему хорошему не приведет. А, дальше идем. Значит, предложил остаться друзьям, мужчинам. Ну, поведение, поведение его, эээ, в данном случае, оно, в общем-то, может быть, эээ, в равной степени, как эээ, благородно. То есть, это, ээээ, желание показать себя, ну, как-то, да, с лучшей стороны, с одной, с одной стороны. Вот. И, с другой стороны, мужчина может это сделать, потому что, ну, ему, как бы, с вами, с вами удобно, ему, как бы, с вами хорошо, и, собственно, по этой причине он и, ээээ, значит, решил остаться с вами, с вами друзьями. Вот. А, вы говорите, что у меня, эээ, дурацкая надежда на то, что все наладится. Но, простите, простите. А, что именно все наладит? Если мы, если вы говорите про, например, любовь со стороны мужчины, то вы считаете, что любовь, эээ, может, эээ, вот, возникнуть, вы считаете, что любовь, эээ, может появиться. Даже, даже если, эээ, ее не было, вы, вы действительно считаете, что, эээ, ну, чувства, они могут, эээ, как бы сказать, появиться. Но, если так, если, эээ, чувства, по-вашему, могут появиться, то вам, наверное, имеет смысл, ээээ, тогда, понять, что чувства появляются на позитивной ноте. Чувства не появляются на какой-то, эээ, такой, знаете, знаете, ну, в большей степени негативе, да, чувства, чувства не появляются, знаете, эээ, в какой-то степени, эээ, больше, эээ, в конфликте, да. Да, чувства проявляются, они, скорее, именно в, эээ, ситуации, когда, когда, эээ, человеку комфортно, когда человеку хорошо, когда, ээээ, человек доволен, когда человек, ээээ, способен воспринимать, ээээ, вас, например, адекватно. Вот, знаете, какая история. И мне кажется, что вот здесь, вот здесь, вы, опять же, допускаете ошибку, ээээ, накладывая, ээээ, свои желания, ээээ, на отношения с человеком. Майдер. То есть, если у вас есть какие-то потребности, если у вас есть какие-то желания, это ещё совершенно не означает, что человек, эээ, должен их удовлетворить, удовлетворить. Вот. Поэтому, я полагаю, что, ээээ, данный аспект вам, эээ, обязательно нужно, ээээ, для себя выяснить, чтобы, ээээ, не повторять таких ошибок в дальнейшем, ну, в смысле, эээээ, в будущем. Вот. На мой взгляд, это принципиально важно. Дальше, идём. Значит, эээ, я согласился, так, не общались пару недель, сам написал, что скучает по нам. Ну, мне, конечно, ээээ, очень интересно, ээээ, по кому именно, по нам, включает, ээээ, мужчина, да? Ээээ, вот. То есть, ну, по кому конкретно, мужчина, 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 включает. Значит, стал иногда звонить, общаясь, условно, не доставали, в конце слова, всегда мне непонятно, эээ, мне это непонятно, ээээ, мне это непонятно, я у него спросила, это он хочет меня вернуть. Ээээ, нет, мужчина, ээээ, написал, что ему так хорошо, ему удобно, здесь я соглашусь, соглашусь со своим коллегой. А вот почему вы, напи, у него спросили, что он хочет меня вернуть, вернуть с вами в этот момент двигать, какие у вас чувства, это большой вопрос. Он, например, оценил опять за выносу мозга, ну, правильно, то есть, когда вы, ээээ, когда вы, включаете, ээээ, свои желания, когда вы начинаете говорить о себе, ээээ, в отношениях, да? Ммм, то тут же мужчине, мужчине неприятно, это означает, что либо он, эээ, боится подчинения со стороны женщины, эээ, либо он, ээээ, не, ну, не нравится, не принимает, когда другой человек, эээ, тянет одеяло в отношениях на себя. Ну, вот. Далее он говорит, я хочу быть с тобой, но не тогда, когда у тебя эмоции зашкаливают, то есть, он хочет быть с вами, тогда, когда ему удобно, когда вы его устраиваете, устраиваете во всем. Эээ, мне не стройно на тебя, я хочу быть с тобой, но, знаете, мои нервы не выдержат, и мы опять будем постоянно вссориться. Эээ, здесь мужчина как бы снимает себя ответственно за свое поведение, да? Эээ, и, по сути дела, он манипулирует, на мой взгляд, здесь с вами, потому что он говорит, что мне не все равно на тебя, я хочу быть с тобой, но при, но при этом он говорит, что, эээ, мои нервы не выдержат, мы опять будем ссориться, и я, и я хочу быть с тобой только, когда мне удобно. Понимаете, если человек, эээ, не все равно на кого-то, он будет с ним в любом случае, а не только, когда, эээ, человек находится в определенном, удобном для него, ээээ, состоянии. Эээ, боится начинать отношения, березет свои нервы, ну, это его, эээ, это его право, это его право, да? Эээ, на мою просьбу, раз боится, тогда оставить меня навсегда, сказал нет. Ну, вы знаете, оставить меня навсегда, это звучит как-то очень эээ, пафосно, что ли, я бы сказал. Эээ, поэтому, не надо просить оставить человека, то есть не надо просить человека оставить вас, вот так, не надо. Если вы хотите, чтобы вас оставили, сделайте для этого что-то сами. Ведь все в ваших силах, например, не отвечать ему, не поднимать руку к трубку, когда он вам звонит, не общаться и так далее. Но для этого нужно, эээ, раскрыть ваше желание. Эээ, он знает, что я, что люблю его и мне тяжело дружить так. Опять же, и то, что вам тяжело дружить, говорит о том, что это не совсем любовь. То есть, если бы вы действительно любили его чистой любовью, вы бы совершенно спокойно дружили. Потому что для любящего человека важно на самом деле только то, чтобы тот, кого он любит, был счастлив. Мужчина счастлив, мужчине хорошо, мужчина в комфорте для себя, все здорово. Но вам тяжело дружить. И я хочу знать, почему тяжело дружить, в чем тяжесть, в чем конфликт, какие желания не удовлетворяются ваши, именно ваши. Не понимаю его, какие чувства им движут. Им движет симпатия и страх ответственности. То есть, он, и вы ему симпатичны, но не готов брать на вас ответственность. Эээ, за вас. Ответственность на себя. Может быть, им движет опасение вашего поведения. Потому что, если вы от него много требовали, то мужчине это может быть так же неприятно. Ну, что вы от него много требовали. Ээ, чего он хочет? Он хочет, эээ, скорее, счастья для себя, нежели чем для вас. Ээ, почему не отпускает меня, чтобы другого встретила и жила счастлива? Здесь чувство собственничества, эээ, гордость, эээ, самолюбие, эээ, и собственный эгоизм. Но вы, когда говорите, что он вас не отпускает, вы когда говорите, что, эээ, почему он не отпускает меня, эээ, чтобы я жила счастлива, вы им здесь, эээ, себя ответственность снимаете, эээ, снимаете, эээ, за себя же. То есть, понимаете, если вы, эээ, хотите, эээ, встретить другого и жить счастливо, то это только ваша ответственность, это, это, это только вы можете сделать, можете сделать на самом деле. Вопрос, да, как это сделать, что мешает, это уже другой вопрос, но сделать это нужно вам. Мужчина совершенно не обязан вас отпускать. Это первое. И второе. Вам для того, чтобы жить счастливо, нужен мужчина? Если так, то возникает, на мой взгляд, эээ, совершенно логичный вопрос, эээ, о том, эээ, по какой причине вы не можете жить счастливо без мужчины? Какие взгляды, установки, желания, чувства, ощущения цели блокируют, эээ, счастливую жизнь без мужчины? Понимаете ли вы, что отношения нужно строить гармонично, чтобы у вас не возникало таких вот ситуаций, как с этим мужчиной? Нужно, чтобы в отношения вы вступали не нуждающиеся, то есть гармоничные и независимые. И тогда отношения будут здоровы. Рекомендую вам поисследовать немножечко данный аспект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!